Украинский кризис стал ключевой темой саммита Большой Семерки. Сегодня в Германии подвели итоги переговоров. На пресс-конференции лидерам стран-участниц также пришлось отвечать на вопросы об экономических санкциях против России и дальнейших отношениях с Москвой. Журналисты следили не только за выступлениями с трибун. Кулуарные встречи, жесты глав государств. В большой политике мелочей не бывает. Об особенностях саммита в замке Эльмао в репортаже нашего корреспондента Натальи Юрьевой. Этот саммит назвали одним из самых закрытых для журналистов. Прессу на встречи пускали лишь на считанные минуты. Но и за это время камеры успели запечатлеть, как, например, Меркель перед третьей рабочей сессией о чем-то очень напряженно беседует с Обамой, что-то доказывая ему и даже размахивая руками. Американский президент, известный своей любовью к жевательным резинкам, даже на официальных заседаниях не изменил себя и в этот раз. Постоянно жевал почти на всех мероприятиях и всячески давал понять, в этом политическом клубе он чувствует себя свободно. Очень часто лидер США откидывался на спинку стула и расслабленно закидывал ногу на ногу. В последний же день саммита над Баварским замком Эльмао, где собралась Большая Семерка, начали сгущаться тучи. По итогам четырех рабочих сессий лидеры не вышли к журналистам, как обычно, и даже не стали подписывать совместное комьюнике перед камерами. Несмотря на то, что это традиция предыдущих саммитов, по какой причине прессе не объяснили. О результатах двух дней переговоров на своей пресс-конференции рассказала хозяйка встречи Ангела Меркель. Своё выступление перед журналистами Меркель начала с украинского кризиса. На один из вопросов по поводу ужесточения санкций против России, Касслер Германии заявила, что на саммите об этом даже не шло речи. Обсуждалось лишь продление действующих. Мы готовы продлить санкции, если ситуация покажет, что это необходимо. Но мы бы не хотели этого. Всё будет зависеть от выполнения минских договорённостей. Крайне важное заявление, ведь перед саммитом администрация Барака Обамы обещала, США будут требовать ужесточения санкций. Похожая шестёрка других лидеров на это не пошла. Это решение на своей пресс-конференции прокомментировал американский президент. До тех пор, пока минские договорённости не будут выполнены, санкции никуда не денутся. Вопрос о каких-то дополнительных мерах, которые мы должны будем принять, будет обсуждаться на техническом, а не на политическом уровне. Но я надеюсь, что минские договорённости будут выполнены, и дополнительные санкции нам вводить не придётся. Разрешить кризис можно только политическим путём, подтвердил на своей пресс-конференции и президент Франции Алант. Переговоры должны проходить в рамках минских соглашений. И свои обязательства должны выполнять как сепаратисты, так и официальные власти в Киеве. На самом деле, как признавались сами участники саммита, теме Украины была посвящена отнюдь не большая часть переговоров. Обсуждалось противодействие терроризму, проблемы изменения климата, борьба с Эболой, права женщин. Но вопросы журналистов неизменно возвращали к украинскому кризису, взаимоотношениям с Россией. В частности, лидеров спрашивали, станет ли Большая Семёрка снова Восьмёркой. Премьер-министр Японии прямо сказал, что России на этом саммите не хватало. Противостояние не является причиной для прекращения диалога. Именно тогда, когда есть проблемы, необходим диалог. Если бы у нас был не саммит G7, а G8, то здесь был бы президент Путин. Россия, как ответственное государство, должна конструктивно участвовать в решении мировых проблем. А касслер Германии на подобный вопрос ответила уклончиво. Мы сотрудничаем с Россией по международным делам. Например, в переговорах по иранской ядерной программе Россия наш многолетний партнёр. Глобальные международные кризисы, как в частности сирийский конфликт, могут быть разрешены с участием России. В целом, касслер Германии выполнила обещание, которое дала ещё до начала саммита в баварском замке Эль-Мау. Никаких прорывных решений лидеры семи стран не приняли. Большая Семёрка вернулась в своё первобытное состояние и выяснилось, что обсуждать им на самом деле нечего без России. Без России Большая Семёрка миру неинтересна. Для того, чтобы напомнить о своём существовании, этим людям пришлось рекламировать свой саммит громогласными заявлениями о том, что они Россию в него не примут. К тому же Семёрка больше не представляет ведущей экономики мира. Поэтому показатели у многих азиатских стран в этом веке вырвались далеко вперёд. Да и пока другие организации, такие как БРИКС и ШОС, расширяются и набирают политический вес, лидеры Большой Семёрки собираются лишь для того, чтобы выслушать мнение США. Формат деградировал. Я бы сказал, они сами вбили, что называется, последний гвоздь в этот формат, когда действительно исключили Россию. Это будет неформальный клуб лидеров западного мира, но уже не всего человечества, на что претендовала Семёрка-Восьмёрка совсем недавно. В следующий раз в таком формате лидеры семи стран встретятся в Японии. Центральной темой саммита 2016 станет борьба с коррупцией. Наталья Юрьева, Марат Хабибуллин, Алексей Чуев, Григорий Емельянов и Наталья Литовка. Первый канал. Германия.